Рассмотрим Т-тесты. Это семейство методов, которые лежат между описательной статистикой и мерами парной связи. Они очень просты. Для иллюстрации их работы рассмотрим задачи по изучению трудового поведения россиян. Как известно, согласно трудовому кодексу, по большинству специальностей и профессий предполагается 40-часовая рабочая неделя. В базе ESS есть переменная, посвященная как раз продолжительности рабочей недели. Посмотрим, действительно ли россияне работают 40 часов в неделю. Для этого отбираем сначала россиян, собственно говоря, через SelectCases. Заходим в CompareMeans, OneSampleTest. Почему OneSample? Потому что речь идет о том, что мы берем одну выборку и сравниваем ее с фиксированным числом. Так, средняя равна 42,15 часа, что превышает значение в 40 часов, причем превышает статистически значимое. Мы находим Significance и видим, что различия статистически значимы. Допустим, теперь мы хотим сравнить, где больше работают, в Германии или в России. Возможно, что продолжительность рабочего времени равна. Это нулевая гиполиза, равенство средних. Гиполиза содержательная, в данном случае, по крайней мере, моя содержательная гиполиза, и в том, что в Германии продолжительность рабочей недели короче. Проверяем ее. Уже у нас две подвыборки, причем они не связаны. Поэтому мы должны будем выбрать IndependentSamplesTest. Но сначала мы должны вернуть в анализ Германию. Значок Ор. Германию включил в анализ. Проверяю.